Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Валерий Крючков, авторской передачи «Защити себя сам». Сегодня мы продолжим с вами рубрику о том, как чайнику защитить себя на улице. И так часто, часто, очень часто задают вопросы, как, как сделать, научиться защищаться человеку, у которого нет времени ходить в спортзал, у которого нет там возможности как-то заниматься, он не представляет себя, как он, как будто, как он боец, там, да, должен отрабатывать удары где-то в спортзалах. И это всего лишь, это накладывает такой отпечаток на него ужасный, что на улице жить, выходить очень тяжело, и что нужно как-то решать вопрос, когда нападают на вас. И человек просто в растерянности, и многие просят, как же, что нам делать в такой ситуации. Ну, простая вещь, то есть мы продолжаем ту же рубрику. Вот посмотрите, каждый из нас умеет хлопать в ладоши, да, аплодисменты. Мы умеем, ааа, там, размахивая руками, хлопать в ладоши, и чем азартнее у нас там вот эта эмоция, тем сильнее мы хлопаем в ладоши. То есть все зависит от эмоций. Движение знакомо. Далее, посмотрите, человек, который подходит и наезжает на вас, то есть у нас начинает раз конфликт, и мы понимаем, что мы больше ничего не умеем. То есть бьем по ушам два обычных хлопок, только вы не достаете ладонью друг к другу, а достаете ему по голове. То есть таким же движением, вот, бам, резкое движение. Бам, и все, и ушли. Итак, вы должны четко понимать, что при этом ударе, то есть он особо несложный, то есть он несложный, совсем несложный. Для этого просто нужно принять решение. Для чего? Для этого принять решение. Принять решение, бить, бей, все, дальше уходим. Поэтому, когда мы бьем по ушам, здесь создается такой вакуум. То есть при очень сильном ударе могут лопнуть барабанные перепонки. Но не старайтесь бить там уж так уж сильно, просто ударите резко, и вот сразу все, шок. Там в мозгах происходит неизвестно что. То есть у вас есть несколько секунд, чтобы уйти. То есть после удара вы как бам, и сразу вот сматываете. Продолжаем наш с вами, так сказать, экскурс в то, что мы уже давно умеем делать. То есть вот посмотрите, я сейчас вам покажу действия ногой, которые то же самое, что бьют в футболе, то есть щечкой по мячику. Вот, например, кирпич мне мешался на дороге, вы его берете в сторонку, бах, и пошли. Далее, баллон, да. То есть сейчас я просто покажу, ударить немножко посильнее, чтобы вы видели их эффекты. Раз, это будет достаточно. Хоп, по футболу, по футбольному мячу, то есть будет сильно тоже ударить. Там, он полетел. То есть это очень такое чувствительное действие. Теперь, как его и где можно применить в самообороне. Вот посмотрите. То есть у нас завязался конфликтная ситуация. То есть мы уже подошли в упор, все, все, и я чувствую разницу. Ну все, не могу ничего сделать. Пусть вам придет в голову та мысль, мысль футболиста. Как я бью мячом щечкой по мячу. То есть смотрите, очень сильный удар. Итак, смотрите, удар сюда. Очень сильный удар в плане того, что это голая кость. Очень мощная болевая реакция. То есть вот на это. Просто вам нужно не остаться на месте, как вот, ну, и смотреть, что будет происходить. А в ударе чуть-чуть отошли, и вот видите, реакция произошла, спустилась. И отсюда уже добавить коллег. А потом уйти. Следующий момент очень простой, совсем простой, интересный. То есть это когда мы уже находимся вот в таком близком контакте. То есть когда нет ни на дистанции, а вот уже в близком контакте. То есть начинается какой-то разговор, вам хватать, вас начинает еще что-то. И мы, то есть все, сгруппируемся, чтобы не получить нежданчика. Дальше все очень просто. Нога совершает действие точно так же, как мы просто наступаем на землю, переступаем через что-то. Вот переступаем, там, через камень, через бордюр и так далее. И сейчас мы, вот смотрите, наступаем, у нас есть направляющая. То есть мы поднимаем чуть-чуть ножку и по голеностопу скользим вниз. То есть бах! Наступили на мелкие косточки ноги. Там очень мелкие косточки, они ломаются. Боль дикая. Дальше резко делаем толчок. И человек, падая, человек, когда падает, еще травмирует голеностоп. Жестко, да, жестко. А что делать? Иначе вы будете лежать так же, как вы. Ну вот на такой веселой ноте мы с вами заканчиваем нашу передачу. Берегите себя. С вами был я, Валерий Крючков. И авторская передача «Защити себя сам». Удачи вам, господа! Субтитры подогнал «Симон»!